Юный парамедик. Такое название получил первый в истории Украины турнир по основам тактической медицины и боевой подготовки среди подростков. Состязания прошли в прифронтовом городе Рубежное, что на Луганщине в канун Дня Вооруженных Сил Украины. Проходили они под лозунгом «Чем жарче пламя, тем крепче сталь». Сам турнир был посвящен памяти 26-летнего героя Украины, младшего сержанта медицинской службы Игоря Зинича, погибшего в январе 2015 года, который защищал Донецкий аэропорт. За умением детей наблюдала Виктория Васильченко. Этим юношам и девушкам по 12-15 лет. Именно в такой возрастной категории находятся участники турнира. Однако, несмотря на свой юный возраст, подростки умеют профессионально оказывать первую медицинскую помощь, выносить раненого товарища с поля боя, накладывать жгуты. Этому они обучились в своих военно-патриотических клубах под руководством бывших воинов-афганцев, волонтеров и военнослужащих в отставке. Кроме навыков оказания первой помощи, эти молодые люди также мастерски владеют и оружием. Нас обучают в медицине, разборка-разборка автомата. Ну, разбираю-собираю автомат за 40 секунд где-то так примерно. Ну, сначала снимается магазин, потом делается контрольный выстрел, снимается шомпол, снимается крышка ствольной коробки, возвратная пружина и затвор в затворной раме и газовая трубка. По мнению организаторов турнира, в нынешнее время в детях важно воспитывать такие умения, чтобы подрастающее поколение в случае необходимости могло позаботиться о себе и об окружающих. Жизненно необходимо готовить ребят к оказанию самой взаимопомощи. Ну, кроме того, и защитить себя надо. Он как бы сам собой, место его рождения, этого турнира, отвечает времени. Всего в турнире приняло участие семь команд из городов и районов неоккупированной части Луганской области. По словам организаторов мероприятия, подобные состязания они планируют сделать регулярными и, возможно, всеукраинскими.